Где-то был Гарднер и Нэш. Но корда Гарднер и Нэш стоила 200 с чем-то. Какой 200? Даже по-моему 400. Я не буду врать, но короче очень-очень дорого. Поэтому это очень хорошо, что ребята наконец-то вернулись, делали такой фидбэк, вспомнили о том, что к рыбе необходимо относиться к труду хозяина в первую очередь и к рыбе как к части хозяйства рыболовного. Необходимо относиться с уважением. И выпустили данные антисептики. Теперь наконец-то наши команды и все желающие не смогут отмазаться, что у них нет антисептика для рыболовки. Ну а что ты скажешь по качеству? Тебе же наверняка есть что сказать, если сравнивать продукт Ironfish'а с конкурентами. Слушай, честно, они такими занимаются. Не-не-не, я не сравнивал они занимаются. Когда запускались. Как я могу сравнивать вещи? Слушай, ну честно, как-то не задумываться. Запускаем, хорошо. Я хотел бы только отметить, да, что появилось, это хорошо, и это правильно, и теперь он есть в свободной продаже. Ну конечно. Так, а у нас с тобой что? У нас с тобой есть вопросы зрителей. Крутая студия, спасибо. Так, кстати, есть антисептик для хищного верст населения в воде. Так, троллинг понятно. У нас подготовлены вопросы. Тарас собрал вопросы, которые были опубликованы под его видео в ютюбе, для того, чтобы на них ответить, раскрыто. Да, и давай еще, ну вот, там, не знаю, потроллили или не потроллили, но он, как ты скажешь, антисептик, айрон, его можно же использовать и для хищника тоже? Ну его можно использовать для хищника тоже, да, и вот для любой рыбы можно использовать. Я вам больше скажу, мы его используем, если у нас мелкие порезы или укусы пчел происходят на самой рыбалке, мы его используем на себе. Особенно от укусов пчел он нормально помогает. Если, допустим, ну ты же помнишь на Кричевичах, когда был аномальный вылет в этом году пчел, многие помнят, мы с собой даже брали специальные растворы. Вдруг, если у кого-то аллергическая реакция на укусы ос, не пчелы, а осы вылетели, аллергическая реакция произойдет на укусы, на уколы говорю, на укусы ос и отечность, а это может закончиться очень трагично, мы все это знаем. Вот, брали с собой специальные уколы для того, чтобы все это дело предотвратить. Поэтому меня удачно укусила оса четыре раза. Только мы об этом поговорили, приехав на водоем, меня сразу же вальнуло в плечо, потом вальнуло еще в палец, вот в этот большой палец, так нормально. Да, я помню. Я понял, что у меня никакой отечности не будет, я переживаю, все в порядке, со мной все хорошо, как бродячая собака. Вот, ну на самом деле побрызгал, все классно, оно намного быстрее сходит. Плюс еще, если у вас какие-то раны, мелкие порезы, вы тоже можете обработать антисептиком. Ну и, в принципе, самое главное, что можно любую рыбу обрабатывать и себя в том числе. Да, поэтому так, почему Семен Олд все время в очках, я знаю, что есть антисептики для рыб. Почему Семен Олд все время в очках? Ну, вы понимаете, Семен Олд у нас очень долго сидел. Где сидел? Ну, сидел вообще, сидел, да. Уже мало осветленных местах, помещениях, да, и поэтому у него глаза болят от яркого света. Поэтому он все время, он всегда носит длинные рукава. Да, длинные рукава, чтобы закрывать свои татухи. Почему? Не знаю. У него там просто линейка набита, которую меряет щук. Вот так, или вот так, или не только там. Да, да, и не только там. Ну что, переходим к вопросам, которые тебе задавали, да? Какой бы ты вопрос выделил в первую очередь? Ты знаешь, я даже, я к ним особо не готовился, на самом деле, потому что не было времени. Поэтому ответим и выделим. Все, я понял, тогда на свое усмотрение. У меня есть Саша Реус. Вопрос. Тарас, есть ли у вас стратегия в выборе кормушек? Производитель, модель. Спасибо. И, кстати, это очень интересный вопрос. Мне точно интересно услышать на него ответ. Стратегия выбора кормушек. Вы знаете, раньше была мода. Была мода и появлялись, например, некоторые новые бренды на тот момент. То есть, например, были... Все использовали Preston, к примеру. Было классно. Preston были пионерами? В принципе... Во флэтфидерных кормушках. В принципе, вот именно хороший, качественный флэт в разных вариациях, да. Много этими кормушками пользовались. Потому что сначала появились небольшие, вот этот маленький, L-ка. Потом XL-ка появилась. Веса у них выросли. Потому что сначала были там поменьше, по-моему, веса. Поэтому их можно назвать пионерами. В принципе. В принципе. В массовости. Потому что единичные кормушки были у многих компаний. Все пользовали Preston. Потом начали появляться другие компании, такие как ESP. Это стала... Ну, кормушка от ESP стала тоже популярной. Потому что она была больше... Само тело кормушки. Больше вот этот пятак был под приманку. То есть, можно было приманочки побольше использовать. И много кто из движухи начал их применять. Плюс у них топтушка была силиконовая. Это более удобно было раскрывать ее. Особенно, когда... То есть, кормушка сама по себе большая. Корма много. И ты когда силиконом так разгибаешь его. То есть, корм идеально... Кормушка идеально открепляется. Ничего не сбивается. Не отшелушивается и т.д. Потом появились Avid Avid. Опять же, большие кормушки. Большие кормушки прикольные. Используются в летний период. Которые не надо далеко кидать. Но они, опять же, уступают по весне и по осени. Поэтому, как был Престон, так и остался, в принципе, фаворитом. Потому что хорошо очень влетит. Согласись. Как по мне, самая идеальная кормушка для дальнего заброса. На сегодняшний момент, да. Все остальные проигрывают капитально. То есть, у него есть, знаешь, соотношение такое... Золотая середина. По всем параметрам. Действительно, золотая середина. Поэтому, в принципе, кроме Престона... Действительно, золотая середина. Учитывая то, что одна кормушка сейчас стоит в районе 80 гривен. А за один этап можно оборвать кормушек 15, так точно. Ну, опять же, это если ты в цепу попадешь. Если ты в цепе не стоишь, то ты их и не обрываешь. Да, по-хорошему. Ты знаешь, я даже больше скажу, что первые выступления на флотфейдерных соревнованиях у меня проходили без потерь кормушек. Первые потери кормушек у меня произошли на Вовковом, когда я попал в один из секторов. Там я, конечно, запулил штук 20, наверное, на минимум. Надувка вот и цепа, и вот кому же вот этот срез. Была, периодически чистят. Периодически, опять же, повторюсь, чистят. Потому что... Ну, обрывают. Вот представьте, вы один зацеп, леска осталась в воде, и эта леска превращается в живую цепу. И уже начинается, как такой снежный ком на эту леску, наворачивать, наворачивать, наворачивать и наворачивать. Но если не обрывать, то все нормально. Да. Грузил намного больше. Можно отстрелить на классический карповый монтаж. Павел Пашковский. Мне бы очень интересно было бы узнать, как войти в флотфейдер начинающему рыболову, чтобы бюджетно и не так обидно, если не затянет. Да очень спокойно войти. Вообще элементарно войти. Вам что надо? Вам не нужны стойки, там, дорогие бренды в Ротпобе. Вы можете купить себе два рогачика, которые стоят, я не знаю, 20-30 гривен на базаре. Ну, вообще элементарно. Можете просто с дерева вырезать два кусочка ветки, если вам не жалко деревьев. Если жалко, просто купите на рынке гривен за 32 рогачика. Купите себе недорогое удилища. Их можно, в принципе, в монстре выбрать, в районе, там, тысячи с чем-то гривен и половить на них. Так же самое по цене катушку. Ну, тут смотря как бы у кого сколько денег. Можно дешевле еще там уходить внизу, можно чуть лучше купить. Я рекомендую всегда, если есть деньги, покупать сразу чуть лучше. Потому что потом вот это дешевое, грубо говоря, говно, то есть вам либо выкинуть, либо передарить. Передарить даже иногда тоже бывает не вариантом, потому что просто, ну, стыдно кому-то дарить. Поэтому всегда, если есть возможность, лучше купить что-то лучше, а потом это хоть можно будет продать кому-то. Начать можно с этого минимального комплекта. Удилища плюс-минус за тысячу с чем-то гривен. Катушка такую же самую. Леская как бы вообще, ну, то есть что тут обсуждать. С чем-то гривен плюс-минус. Ну и небольшие приманки. Вот, например, видите, есть у нас, например, у компании Carp Classic Base, у других компаний есть попапы. Но не в такой баночке, это 35 грамм банка, есть пробники, там, по 15 штучек. Они стоят, там, как чашка кофе. Опять же, вам много не надо, там, 10 баночек купили, поехали себе, пробуйте и рыбачьте. Смотри, у тебя уточнение. Вопрос к удилищу, катушке и оснащению. Ну, то же самое, вопрос... То же самое. Кормушки. Кормушки не обязательно покупать Престон, там, как ты говоришь, за 80 гривен. Можно купить что-то дешевле, там, в районе 30 гривен. Тем более, мы знаем, что у нас есть кормушки украинского производства. Да, аналоги. Украинского, как они называются... Я не знаю, как они называются, но... Бризекс. Бризекс. Бризекс, вот. Одни из них Бризекс, да, украинского производства. Они, то есть, сделаны по аналогии с Престоном. Подходят под топтушку Престон? Да, да, и еще какие-то кормушки. Вот мы покупали в этом в прошлом сезоне. Я покупал 45 граммовки и 60 граммовки. Грубо говоря, компания NoemName, она сделана по лекалам и по... Грубо говоря, по формам Престона. Работают абсолютно нормально. Качество пластика. Очень, кстати, это очень важно. Все, все отлично. Даже вопрос даже не в грузах и не в форме. А часто делают грузы, форму, все похожее, да, там, по аналогии с Престоном. Но качество пластика просто желает оставлять лучшего. И из-за того, что этот пластик ломкий, шаткий, знаешь, такой, ну, он прям хрустит. Вот, то именно эти катушки, кормушки, кормушки, которые мы использовали в прошлом году, в конце сезона, абсолютно нормально себе показали. Стоят они, по-моему, там, по 20 или по 15 гривен. Да, очень недорога. Пользуйтесь, сейчас уже весь Ironfish перешел на них и, как бы, и все хорошо. Все, там есть и веса по 100 грамм. И веса, да, более, более большая линейка. Ну, как бы, самое главное, это привлекательность цены. То есть, если кормушка Престон стоит на сегодня 80 гривен, под акции она стоит где-то там 67. Я покупал в прошлом году, то данные кормушки, они стоят в районе, там, 20, может быть, 25 гривен. Пожалуйста. Вы купили себе 2-3 кормушки, все, вам это досталось. Ну, а леска, удочка, катушка, парни, ну, что значит бюджетная? Есть, опять же, повторюсь, крокодил, кобра, скорпион. Нормальные торговые марки, узнаваемые всеми. А дальше вы смотрите, можешь ты себе немножко уделище, лучше позволить, ну, будешь немножко лучше. Кто-то покупает носки за 20 гривен, что-то за 200 гривен. Нам сложно с таросом рассуждать о бюджетных снастях, потому что мы стараемся ловить и стараемся искать для себя лучше. Потому что все-таки это, как ни крути, а это уже является частью спорта. Со временем ты приходишь к тому, что изначально, когда человек увлекается, он начинает покупать много всего. Всего и много. Этому еще способствует много продавцов в магазинах, которые тебе, как не знаешь, ему вталкивают, ну, можно назвать, впаривают это все. Ты это все, грубо говоря, хаваешь, покупаешь, покупаешь, потом, когда ты становишься более-менее опытным человеком, ты покупаешь редко, но покупаешь метко. Ты не покупаешь уже кучу, кучу, кучу. Что-то слил, продал, купил одно, пользуешься, радуешься, оно тебе служит, как бы, и все. Есть вопрос, Сергей Михайлов. Сережа, вопрос о маркерении. Ну, вопрос очень простой. Как я весь... А, хотя нужно зачитать весь вопрос. Вопрос о маркерении. В карповой ловле говорят, что надо клипсовать при поднятом поплавке. Ну, я так понимаю, маркерном. Фидеристы после волочения и находки чего-либо интересного пропускают одну-полтора и клипсуются. Пропускают один-полтора метра и клипсуются, я так понимаю. Да, есть угол, когда падает груз от поверхности воды до дна. Но как точно узнать дистанцию этого угла, чтобы было точечное кормление? Это все очень просто. В принципе, я больше как бы с фидерной стороны заходил во флэтфидер, поэтому делайте заброс, тащите до интересующего вас места. Вот вы это место нашли, да, удилище у вас вот так вот стоит. Вы действительно отпустили там одну-две, ну, грубо говоря, два метра, отпустили, забросили еще раз, протянули, уперлись, допустим, если мы ищем бровку, уперлись в бровку, все, нормально, четко, еще метр подпустили, забросили, еще раз уперлись, все. И вот вы находите вот этот промежуток, когда вам будет достаточно сделать заброс, натянуть удилище, и буквально с 30 сантиметров вы будете под бровой, под который вы хотите ловить. То есть, забросили, тянете, 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 уперлись, два метра отпустили, забросили. Понимаете, что вы, ну, как бы, не не добрасываете, а добрасываете. А если вы пошли дальше, и вы пропустили эту бровку, соответственно, три метра отпустите, забросьте, и метод научного тыка получите всю эту тему. Но, учитывайте, что если вы четко встанете под бровой, и будет боковой ветер, то он вам выдует дугу, и вы в итоге просто не докинете до данного места, до данной бровы. В основном, как бы, брова, если говорить о Днепре, то там она затяжная, как минимум полтора метра, поэтому не бойтесь, чтобы в нее не попадете. И у меня сразу дополнение. Почему рекомендуют при поднятом поплавке? Кто рекомендует? Такая же самая история. Опустили поплавок до дна, замерили, поставили удилище в леску, в клипсу, вытянули, размотали на колышках, узнали дистанцию, размотали удилище рабочее на колышках, и ловите вот так же самое. Отступили по вашему желанию. Ну, как бы, нету сложности. Не усложняет. Так, у Роси Тоу. Ваши впечатления об этом водоеме? Водоем похож на Вовково, только намного больше рыбы. Единственное, все класс, инфраструктура классная, все супер, все бомба. Единственное, что, когда ты первый раз туда приезжаешь, безусловно, ты, как бы, одурманен. Вот эта заграничная поездка, эйфория, классные большие рыбы, все класс, все супер. На второй приезд ты уже начинаешь немножко поспокойнее все это воспринимать, там, скажу так, трезво воспринимать, и начинаешь уже действительно оценивать тот же самый сервис, ту же ценовую политику, те же, то же качество рыбалки, ну и, собственно говоря, локацию. В Роси Тоу есть одна большая проблема, он находится возле трассы, и трасса создает, трасса очень оживленная, и трасса создает просто постоянный такой сумасшедший шум, который просто не прекращается, он идет у вас на фоне. То есть, вот шум проезжающих машин, который постоянно идет у вас на фоне, при том этот шум не уменьшен. Он как начинается с утра, так он и заканчивается, там, может быть, где-то в 12, и дай бог, чтобы там ночью никто не летал, потому что, ну, как бы, вот это негатив, эффективное впечатление от Роси Тоу. Все остальное, сумасшедшие плюсы, классное расположение в плане, это всего лишь 45 километров от украинской границы, украинской границы, и, так, все класс, кофе, чай на территории, все нормально, ну, места, природа, как бы, природа там нет, там не живописное место. То есть, если брать живописное место, то это уже водоем Азитании. Азитании. Вот Азитании, это действительно пятизвездочный водоем, на который хочется вернуться и все-таки попробовать половить. Если на водоеме Азитании у нас был победитель, команда победителей ездили, снова будет пусты, мы, к сожалению, там не удалось половить, но мы там посмотрели, походили, поснимали, то туда хочется вернуться, потому что там природа очень супер-супер. Смотрю статистику, что Флэт вытесняет тот же матч очень сильно. Ну, как вам сказать, матч у нас, по-моему, вообще 9 человек. Тут дело, наверное, в... Нельзя так сранывать. В развитости, в пиаре, ну, не в пиаре, ну, опять же, в пиаре, скорее всего. Ну, давай повторимся, вот Алина Леганенко спрашивает, Тарас, какой ваш бифиш? 19, там, около 19 килограмм. Оптимальный номер ключка для ловли карпа? Ну, надо подбирать под размер карпа. Нету такого, нельзя сказать. Ну, во флотфидере. А, во флотфидере, восьмой, в принципе, средний размер. Слушай, год назад ты бы сказал шестой, в этом году ты уже говоришь восьмой. Десятый? Да, потому что я раньше до нашего с тобой симбиоза, я использовал десятый-двенадцатый. Потом уже я начал, почти перед симбиозом нашим, я начал использовать побольше восьмой. И вот когда мы начали с тобой выступать. А десятый-двенадцатый чей? Да, ну, гарнер, в основном, и горда у меня была. И вот восьмой действительно лучше. Ничем не хуже, чем десятка, но больше вот позволяет зацепиться за губу рыбы. Намного лучше. Ну, у меня начиналось с шестого номера. Шестой номер, седьмой номер, это такой промежуточный фокс есть. Шестой номер, седьмой номер, восьмой, и сейчас восьмой, десятый, двенадцатый. То есть у меня, ну, как бы обратная история. Ты знаешь, вот если сравнить, например, как... Я бы тоже, ну, я бы тоже сказал восемь-десять. Восемь-десять? Если вот сравнить, я иногда смотрю, там, в сумке отдельные крючки второго-первого размера, который мы использовали на Лоле Сазанат, там, с большими, там, двумя двадцатками, например, бойлов, и думаю, блин, и, ну, и визуально сравнивая с тем, что мы сейчас используем, маленький, там, какой-то огрызочек, приманки, восьмой-десятый размер крючка. Это земля и небо. Так, Андрей Савич спрашивает, какую приманку будете использовать на первом этапе Айрон 2019 года и какие насадки? Андрюш, ну, сложный вопрос. Это будет двухмиллиметровый пелец Холибуд, а не на Холибуд, в любом случае, в кормушке. То есть он будет присутствовать. И насадки... Насадки будут разные. В этом году мы планируем экспериментировать с бледными цветами. Отвечу так. С бледными цветами и попробовать все-таки раскачать спрей. Так. Максим, привет, привет. Вот как раз правильно, серьезно ответили. Проблема в том, что нас именно впечатляет. Добрый день, Максим. А можно ли смешивать ВДЕ-шку с крупной фракцией на Карпа? Да можно, чё ж нельзя? Да можно смешивать всё, что угодно, какая разница, что... ВДЕ-шку, ну, главное, чтобы был хороший корм, правильный по составу. Ваши отношения к новым правилам рыбалки. Мы их не читаем, мы не в курсе. Всем привет. Целесообразно ли использовать шнур или лучше леска? Целесообразно ли использовать шнур или лучше леска? Ну, я вообще двумя руками за леску, за леску. Если ты ловишь на озерах, если ты ловишь на реке, ну, карпа, не карпа, ну, конечно, там шнур. А настоящем водоеме смысл его применять? Ну, то есть смысл очень простой. В настоящем водоеме нам, мы не боремся с лечением, поэтому плюс-минус, мы боремся только с дальностью заброса. В принципе, там хватает 0,25, 0,235, 0,2 лески с головой. Она дополнительно амортизирует вместе с удилищем поклевку рыбы, ее рывки, и рыба успешно доставляется на берег. Это даже 0,185, 0,165. Поэтому шнур используется только как шок-лидер для силовых забросов на дальнюю дистанцию. Если мы говорим о проточных водоемах, реках, там озерах, где ловля никого карпа происходит, там, соответственно, у нас существует боковое течение. Там есть фактор. Там есть фактор течения, да. Когда есть течение, да, необходимо использовать шнур, он тоньше в диаметрах и лучше, как бы, для этого дела подходит. Вкратце так. А, давайте призы разыгрывать. Давай. Тарас разыгрывал. Давай. Легко. Давай разыграем Корн Топперс Винтер Кетчер. Молочно-миновый вкус. Давай, задавай вопрос, я пока буду следить за вопросами, которые задают. Давай зададим вопрос, не знаю, кто-то на него ответит, не ответит. Но в чем главное преимущество от приманки Корн Топперс? В чем преимущество? Кто близко будет к ответу, тому и будет подарочек. Вот такая приманка, если видно. Я думаю, многие знают Корн Топперс приманку. Так, какой вопрос повторить мне? В чем главное преимущество этой приманки? В чем главный смысл? А, ты говорил в прошлой передаче. Ну, я говорил, но... Хорошо, давай, давай. Кто помнит, кто слышал и услышал. Кто знает. Вопрос. В Венгрии нельзя использовать шок-лидер, только монолидер. Чем вы пользуетесь? Монолидером. Монолидером, да. Мы пользовались монолидером, в нашей программе об этом сказано. Можно использовать... Нельзя использовать шнур категорически. Вот. Поэтому ты можешь использовать или монолидер, или просто на леску сразу цеплять кормушку без шок-лидера. Учитывая, что на уроще, то дистанция заброса была небольшая, там до 90 метров. Поэтому можно было спокойно цеплять кормушку на леску 0.235-ую. Она выдерживает дальние... Такие забросы в частном режиме. То есть не рвется. Ну, если не тяжелая кормушка. Да, не тяжелая кормушка по узлу не рвется. Поэтому на ваше усмотрение. Мы использовали монолидер. Немножко по началу первых, там, 20 забросов было непривычно. А потом все пошло как по маслу. Даже с маленькими кольцами. Даже с маленькими кольцами, да. Теперь вопрос. Я его проскочил. Сергей Михайлов. Да, мы ловим рэмп и жеми 4.2 с тестом до 180. У тебя 3.9 тестом до 150. Сколько ты добавишь, если перейдешь на 4.2? Сколько ты добавишь в забросе? Одному тебе известно. Одному тебе известно, сколько ты добавишь в забросе. Потому что у вас своя техника. И вот сколько эта техника позволит добавить, это уже вопрос. В принципе, всегда идет какое-то добавление. Метров 7-8 можно в среднем добавить. Используя нормальную катушку, можно тоже добавить метров 7-8 как минимум. И используя нормальную технику заброса, можно также добавить в среднем 7-8. Но это такое значение среднее из практики. Потому что техника очень важна. Даже одним удилищем, если показать человеку правильную технику, он может довольно-таки значимо прибавить. Разные ответы есть у меня, Сави, что понравилось. Ей можно закусывать. Закусывать? Да, закусывать в том числе, потому что она абсолютно как бы съедобная. Парни, тут есть, да, одна из ее особенностей, это, конечно, форма. Но в форме заключается именно ключ, почему она сделана в данной форме. Ответ. Да, она сделана в форме, в форме зерна кукурузы, да. Но самая главная особенность и самый главный плюс данной приманки, кроется в форме, в данной форме, но... Для чего? Для чего. Да, здесь есть ответы, что она долго растворяется и тому подобное. Я бы сказал немножечко... Суть не в этом. Вот правильно все в форме кукурузы, но что дает эта форма? Что дает приманки? Можно типануть. Ну, конечно, можно типануть. Типануть, что угодно можно. Да, да, да. А поводок какой используете? Длина и номер. Спасибо. Поводок, мы используем поводочный материал... Разный? Нет, ну, в последнее время... Ну, мы используем два поводочных материала. Это первый поводочный материал, это обычный шнур Дайва Турнамент, восьмижильный. Диаметр, я не помню, по-моему, 185. Какой там? Да нет, не 0,185, там какой-то маленький диаметр. И в этом году мы Хельдурадо два поводочных материала используем. Очень-очень тонких. Мы их используем для крючков 12 номера от Престона, потому что там вообще маленькие-маленькие такие крючки. Тоже диаметра не помню, но этот Хельдурадо какой-то там поводочный материал, да? Что у нас? Хельдурадо 16. И, по-моему, Хельдурадо. Да. Ну, опять же, Дайва Турнамент. Минуса. Да, минуса есть, он теряет свет. А есть такой момент, что когда, допустим, Хельдурадо теряет свет, так, что-то произошло, да? Нет? Когда Хельдурадо теряет свет, он становится песочным. А когда он становится песочным, светлым, да, он не работает так, как бы нам хотелось. Вот мы взяли и рассказали об этом. Это наше наблюдение прошлого года. Не, Максим, ты просто все наши секреты выдаешь. Ну, ладно. Это наблюдение, которое я сделал еще, находясь на водоеме Трофейное. Мы с Владимиром Журавлевым выступали, и в нашей точке вовле я сменил поводок. Обычно я пользовался ProLogic материалом поводочным. Он был тонкий и двухцветный, такой коричневый, темно-коричневый, такой полосатый. К сожалению, его уже не выпускают, и я его достать не могу. Соответственно, я всегда использовал его. После того, как он у меня закончился, по определенным причинам, именно на тех соревнованиях, я поставил, не помню чей, но он был такой песочного цвета. Я поставил, и у меня поклевки перестали. Я, честно говоря, не обращал на это внимания, пока не сменил поводок со щельной насадкой, забросил и получил поклевку. Достал. Я даже не знаю, почему я обратил на это внимание, но и посмотрел, что у меня просто цвет поводков вдруг. Я поменял поводки, и, в принципе, у меня получилось нормально финишировать вместе с Володей. После этого мы тоже видим, что есть динамика, и цвет поводка играет роль. И то, что он становится светло-песочным, а он, ребята, реально становится вот таким светло-песочным, это очень-очень плохо. Потому что он заглашенный. Да, динамика у нас тут темно, что он выделялся. Надеюсь, что ответил. А, длина поводка в 6, ой, 7, от 7 до 12 сантиметров, в зависимости от условий ловли. Ну, скажем так, есть определенная специфика. В основном, конечно, подавляющее большинство наших поводков 7 сантиметров. Есть ответы правильные? Или хотя бы близко? Сейчас, сейчас, сейчас. Нестандартная форма привлекает рыбу. Нестандартная форма привлекает рыбу. Цель, я приведен корт для этого. Почему я не ловил на верхний ловый картофель? На вареный картофель, это же классика. Можно из кукурузы массаживать, можно забрать приконку. Для монтажа на шину. Я с ними, как раз, кукурузы хорошо держать течение, потому что ее оседает в пятницу, потому что с приконкой. Вот так и крыка удобно, монтаж на крючке нет. Правильных ответов нет. Значит, все. Я скажу правильный ответ, но тогда никому не подарил. Ты повторишь правильный ответ. Повторю. Правильный ответ в том, что благодаря зернышку кукурузы, благодаря зернышку кукурузы, вот этой форме, приманка имеет... Срезанных. Срезанные грани. Приманка имеет открытые бока. То есть, поп-ап, например. Круглый бойл. Он полностью круглый, но не имеет таких срезанных форм. А у приманки Корн Топперс есть срезанные бока. Это помогает быстрее отдавать воду ее привлекательную. А в частности, ароматизацию. Быстрее приманка попадает в воду, она реально быстрее может сработать, чем, например, с одноименным вкусом такой же самый поп-ап. Это мы уже проверяли на практике, неоднократно, и много наших клиентов. Поэтому, если есть рыба в точке, то на приманку Корн Топперс ее можно, в принципе, быстрее поймать, потому что она быстрее отдаст воду привлекателей, и рыба на нее обратит свое внимание. Это все. Это главный такой цвет. Но, к сожалению, его никто не угадал. Ну, если это не угадали, давай следующий подарок. Давай. Теперь от тебя. А, теперь от меня. Хорошо. Хорошо. От меня, да? От меня. Кепка от телеканала Трофей. За то... За то, кто ответит... Есть ли у нас уже иностранные команды на турнире IronFish? Из какой страны? Сколько иностранных команд и с какой страны принимают участие в турнире IronFish 2019 года? Кепка. Поехали. Поехали. Минута тишины. Тарас, а пока минута тишины, я тебе задам вопрос, ты отвечай на камеру крупным планом, а я буду читать правильно ответы. Ну, давай ей. Тарас, будут ли в 2019 году новинки CCBase для флет методной бубли? Да, будут ли? Где по теме? Будут. Уже первая новинка есть. Это вот такие маленькие мини-байтс растворимые бойлы правильный ответ правильный ответ это белорусы две белорусские команды уже зарегистрированы и оплатили не белорусы поэтому кепка отправляется две команды из белоруссии зарегистрированы уже это телевизнос на турнир причем знаете как они будут на третьем и шестом этапе турнира ирон фишек они вписались как они писались как они прислали мне сообщение сначала нас разом когда они там они прислали мне его сообщение в instagram с надписью что типа привет тарас как можно попасть на ирон фиш потому что нет большей сил смотреть это с телевизора трофей до айрон так года и просто это убило это был журавлёв стоял там со своей табличкой это был журавлёв который стоял со своим кубком вовка просто пытается зайти сегодня опять в эфир напомнить о себе поэтому вот как-то так так возвращаемся к новинкам компании сисибейтс первое то что уже мы ввели и сделали это полосатик еврей ну да ну да маленькие мини байт бойлики это тонущие растворимые бойлы почему 10 размер потому что как раз для начала сезона для холодной воды в принципе для теплого сезона для ловли на флэд фидер для классической карповый ловли сейчас много кто ловит на маленькие приманки поэтому поэтому в основном все их применяют потому что очень много они нужны они более результативны чем большие приманки 10 размер растворимая бойлы включается в работу моментально по холодной воде в принципе за 40 минут они могут раствориться поэтому вы не теряете свое время вы быстрее включаете точку в работу в принципе больше можете поймать рыбу это как бы это самое главное для рыболов можно использовать как самостоятельную наживку можно комбинировать между собой вкусы например разных там разные вкусы можно с попавчиками комбинировать 10 размер позволяет легко это сделать 8 10 по папам можно с приманочками corn toppers которые были перед этим поэтому очень универсальная наживка еще мы готовим несколько несколько новых серий в плавающих насадках но пока они не запущены я не буду их анонсировать как только мы их запустим а этот принципе будет ближайшее время потому что мы сейчас ожидаем сырье для их изготовления скоро она приедет мы их запустим и начнем анонсировать уже мы давай разыгрываем разыграем хорошо у нас это индийские специи сколько эти приманки мы тестировали перед запуском какое количество времени в принципе месяцах кому как удобно вот сколько по времени кто приблизительно давайте в месяцах давайте поехали еще раз повторю вопрос сколько месяцев тестировались данные приманки перед запуском производства а я пока почитаю количество ответов поступившая нам по зарубежным командам венгры молдова молдаване латвия литва и эстония польша ну конечно бы хотелось чтобы эти команды присоединились мы разослали предложение вернее сделали так чтобы узнали что турнир аэрофиш открыт и будет проходить один из этапов первый этап венгрии на водоеме руберта разослали венграм разослали полякам пока ждем ответы были праздники да у нас тут все волнение продолжались китайский новый год они все вернут оказывают китайский новый год вот поэтому мы ждем ответа фидбэка также наша самая главная задача на которой мы сейчас сконцентрированы это постараться донести до наших венгерских товарищей наших венгерских коллег и до наших польских коллег информацию о том что первый этап турнира iron fish при участии 25 команд на сегодня уже как минимум будет проходить на территории венгрии на водоеме в бертон вот готовим информацию скоро запустим рекламу фейсбуке мы в принципе уже я прибыл разослал письма приглашения тем кто предварительно отдавал согласия но мы столкнулись с тем что все они морозятся потому что как мы уже поняли что привязка это в основном компании которые занимаются производством изготовления каких-то брендов приманок например или оборудование и вот у них очень большая привязка к их личному бренду поэтому я так понимаю что этот именно мороз и на этом и обосновывается потому что если кто-то с украины я уверен что это на сто процентов возможно сделают на их водоемах но уже это сделали они развитие для себя они приехали приехали и победили то есть мы уже с тобой поехали посмотрели и у него больше чем уверен что когда участвует 25 команд 25 лучших команд с украина у нас в рамках турнира иран вижу у нас очень очень сильно сейчас за три года выросла просто с ума сойти подготовка команд там даже не будет шансов слушай вопрос я сам честно говоря не знаю правильного ответа потому что я не ну как бы скажи мне хотя бы намекни или пальцами покажи сколько или как напиши на столе давай 1 и все начинаю искать 9 7 4 9 7 9 сколько ближе всего 15 очень близко до 10 14 15 13 15 17 17 18 есть да кто сказал но по крайней мере у меня сейчас артур гармаш пишет 18 даже после стрима мы точно узнаем то есть да именно 18 месяцев и мы тестировали пробовали совершенствовали там подбирали состав оптимальной и вот действительно 18 месяцев мы готовили к запуску поэтому вот наконец-то в конце прошлого года в начале этого мы запустили серия большая более там 20 чем-то вкусов поэтому вот так ну и самое главное друзья хотелось бы еще раз напомнить о том что у нас уже стартовал такой конкурс глобальный где объединились блогеры 27 блогеров блогеры рыболовые магазины и производители объединились в мега конкурс как он называется глобалка а это гиф деловой гимна это такое модное слово суть заключается в чем весь конкурс проходит в инстаграме если у вас есть инстаграм на телефоне можете смело заходить и подписаться на аккаунт как он называется рыбалка рыбалка гиловой делает его екатерина рыбалка думаю может вы ее знаете знакомы с этой девушкой подписывайтесь на этот аккаунт подписывайтесь на аккаунт и спонсоров и 15 февраля будет розыгрыш всех призов призах там и спиннинги и катушки и приманки наборы приманок для хищной рыбалки там бле блесны и силикон воблера для карповой ловли от нас от каркосик от гранд карпа 27 вот спонсоров поэтому подписывайтесь и и самая дитя розыгрышов каждый найдет для себя подарок на свой вкус ну реально 27 разных вода поэтому подписывайтесь на инстаграм в инстаграме уже есть телеканал трофеи старас чикман профиля там нет извините у меня не хватает времени но есть профиль турнира я думаю что и троги профиль трофея и профиль турнира аэром фиш мне хватает головой в принципе это и часть моей жизни поэтому все что у меня происходит я выкладываю или профиль телеканала трофеи или профиля и лишь поэтому если кто хочет выиграть подписывайтесь он сегодня стартом у нас есть проблемы у меня села планшет и не смогу читать правильные ответы поэтому я схожу показать телефоном а ты расскажи что на задание какой-то вопрос это давая казино вопрос а легко если можно водички трасс имеется ли опыт ловли на заросших водоемах и дни ток нет но покрыто сплошным ковром травы такой вопрос да отвечать я пошел а планшет нет спасибо за вопрос по поводу травы по поводу заросших водоемов с травой вы знаете имеется такой опыт но это абсолютно не самый любимый вид рыбалки или вид присутствия на водоеме где огромное количество травы потому что в не действительно сложно рыбачить если брать например классическую карповую рыбалку с использованием там например грузил там бокового монтажа клипсы то это невероятно сложно то есть нужно делать монтаж который будет отстреливать что грузила будет отстреливаться потому что если случается поклевка и вы занимаетесь вываживанием рыбы то на грузила которая болтается огромная вероятность того что налезет кучу травы при моменте вываживания поэтому здесь нужно отстреливать грузила возможно использовать есть смотря какое количество травы и какого вида возможно использовать шнур тонкий шнур чтобы он прорезал какие-то травинки которые будут на вашем пути на это невероятно сложная рыбалка поэтому если у вас есть возможность не рыбачить в таких местах то лучше там не рыбачить еще одно классное решение если у вас есть лодка и вы рыбачите например в завоз то есть вы прыгнули в лодку и подплываете и вываживаете уже непосредственно возле там место где была ваша оснастка или же например если вы рыбачите в заброс то есть такой вид ловли способ ловли когда например представьте себе есть водная гладь например вот водная гладь ваша удочка находится вот на берегу или на вымаске и возле момент возле места опускания наживки на дно вы ставите поплавок поплавок которому путем накручивания там энного количества оборотов крепится ваша леска то есть ваша леска не опускается на дно не ложится на водоросли она находится в принципе на поверхности воды случилась поклевка вы ее заметили индексация произошла вы падаете в лодку или либо леска сбрасывать из такого поплавка либо вы падаете в лодку подплываете к нему и уже как высота вертикально уваживание вы вытягиваете рыбу сложный очень сложный вид рыбалки поэтому рекомендую был избегать потому что много там проблем но он очень интересный найти можно найти почистить место прикормить привлечь туда рыбу и в принципе с него отлично рыбачить вот а у меня есть кстати подарок для наших зрителей опять же за ответ на вопрос ответ подарок будет у нас балансирует цветные черный пират цветные балансиры кстати они будут пригодятся вам еще в этом году потому что совсем скоро начинается как всегда зима у нас киви она приходит это в марте месяце и продлится до середины апреля поэтому балансирует черный пират колод тому кто ответит кто будет следующим гостем программе у нас программе следующий вторник надо ждем ответы подсказку этот человек пока у меня в гостях не был все вы его хорошо знаете это черновик связанный с турниром а слушай но это сложный вопрос 8 сложно за более конкретно этот человек так будет правильнее да этот человек с которым мы снимали программу по простому а сложным она состояла из двух частей мы с ним в ней рассматривали виды след фидерных кормушек и начинали все и пусть дальше угадывайте давайте слушай может мне ответить и сразу забрать себе пират нет это очень интересный гость расскажи ну вот возвращаясь опять вопрос часто задают вопросы сложно ли сейчас секунду 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 уже вопрос уграл сложно ли с нуля заняться более профессионально в облик а сложная веснуля заняться профессиональным боксом уже сложный лес нуля заняться или с нуля ездит к шума я тебе скажу сложно встать с дивана с нуля до сложно встать с дивана сложно стати за компьютера сложно есть наверно стать кровати просто пойти чем-то заниматься самое главное чтобы у вас были углач увлечение хобби очень часто я служу человеке раскрою секрет из уже человеке по его хобби чем он занимается не обязательно должна быть рыбалка то есть он может заниматься дайвингом прыжками с парашюта стрельбой бегом ходить тренажерный зал заниматься там какими угодно вещами единственное что меня всегда настораживает это когда человек не отвечает я занимаюсь у меня хобби фотография и психология это типа значит что у человека нет хобби девяносто девяти процентов случаев то есть когда ты начинаешь копать фотография да какая у тебя техника или что-то еще не на фото у меня просто постановочная психология какие книги я психологии читал то начинаю называть 1 2 3 он говорит ну я вот как бы изучаем людей я все нет все понятно погибали роза закрыт поговорили так сергей попов ну прикольно канунда она не все есть правильный ответ это будет валерий ананев ответил валерий ананев это были шалере она поздравляем правильный ответ это валерий ананев он будет у нас следующий вторник 19 февраля кто ответил ответил несколько ребят сразу ответили правильно вячеслав сальников ответил правильно ну по крайней мере у меня так пишется что он первый ответил потом роман абрамчук лайма вайку ли тоже ну вот план лайма очень уважаемые это конечно же ответил что у нас такие вот и сергей попов сергей кстати очень много вопросов сергей попов сергей попов сергей попов да ну к сожалению он не сможет у нас быть вот поэтому гостях у нас валерий ананев человек у которого в том числе честно говоря с которым я познакомился с подачи сережи попова то есть когда я задал вопрос после того как сережа уехал я задал вопрос потому что сереж ухты да отвалилась я задал вопрос о том что сереж так и так вот мы хотим флопидорную тему продвигать хотим спеть и участвовать в супер марафоне кому-то нам посоветовал обратиться вот он сказал что валерий ананев это человек который будет валерий ананев готовьте свои вопросы и получаете неимоверный да давай разве так это мы разыграли да чуть не упал не вернись следующая следующая приманка это приманочки в авторс маленькие приманки в авторс мы опять зададим каверзный вопрос в чем главное преимущество приманок в авторс чем главное приму все кто даст максимально правильный приближенный ответ тому будет приманочки в авторс в таком красноватом цвете с запахом земляники wild травы очень классный запах очень интересный привлекательный в чем главное преимущество приманок в авторс и еще к тебе вот ну пока мы ждем ответы вопрос интересный хорошо не закрывать на какой дистанции клипсоваться если дно как в ванной глубина одинаковая не ракушки не бровки ничего смотря вот что вы хотите если вы хотите если есть по бокам соседи то наверняка вам надо уйти из-за них в большинстве случаев это срабатывает не всегда иногда действительно ты можешь оттянуть на себя рыбу но в основном желательно уходить за них если соседи если нет то можно брать просто удобную дистанцию и тянуть рыбу корму на корм на большинстве коммерческих водоемов это работает проверено мной неоднократно и многих не старт слушай плавучесть можно считать можно а вот есть нейтральная получите правильно это более правильно да но как бы для чего для чего а для чего до нейтральная получать для чего почему это работает то есть ты хочешь уточнение просто рассказал главное хорошо ладно я не буду тогда действительно давай главная особенность мы его разыграем а вот за ответ почему именно нейтральная плавучесть мы разыграем вот эту кепку расскажет а что я не знала принесла нейтральная получи чего кстати серёжа попов присоединился серёжа привет так нейтральная плавучесть кто первый дал ответ нейтральная плавучесть роман ткач подождите стой извини роман трач нейтральная плавучесть даром а нейтральная получи действительно я не уточнил немножко это по крайней мере вы пока вы победитель долг окончания стрима после окончания стрима саша наш администратор какие-то добьет итоги креманочка улетает до серёж про тебя тут спрашивали поэтому напиши сможешь ли ты к нам присоединиться к нашему стриму владимир дамачук движение было воде так и теперь как я сказал мы кепку вручаем за уточнение почему именно нейтральная плавучесть является максимально как это как рассказать достоинством данного вида приманка для максимального приближенного к корму нет для поднятия кричка для ловли на елу хорошо гужать вот все вот эти ответы они имеют уже мне уже самому они правдивую но в принципе можно долго наверное ждать эту фразу которая может быть на на губах у каждого легко заливает карту в полость рта или живой на дне залетает залит на козы летают да ты имеют на стирку всасывается это то же самое что за бедная нужно его подрезать постоянно баланс монтажа далек для легкого всасывания чтобы не вязать на грунт слушай наверняка минус завер да давай наверно дадим кепочку за за то что легко залетает его залитая на то первый сказал мы сейчас мы сейчас более опишем этот процесс но чтобы не терять время не занимать время наших зрителей наши дадим ответ первому что это скажу о чем дадим подарок первому что это сказал легко залетает это денисенко серёжа денисенко серёжа ну по крайней мере у меня так высветила на телефоне значит серёж тебе отправляется кепка можно не упрошу геросболова не попал вот это важно так давай дополним почему во первых вот все что ты перечислил все что я прочитал это все является является данная насадка во первых ее не надо подгружать ой вернее не надо гружать ну вернее как вернее не надо подрезать для того чтобы правильно поставить крючок нажала первое ты кому лишь время особенно в туре второе что там было размер разная плавучесть это тоже важно до более приближенная к естественному корму это тоже важно. Но самое главное, почему нам это надо, почему нам нужна нейтральная получесть, почему не нужно огрузать и почему нужно, чтобы крючок стоял с этой приманкой и нажали. Особенно это важно, когда рыба минимально питается, то есть, у нее минимум усилий, она прилагает для этого, чтобы такая приманка огруженная, чтобы крючок стоял нажали приманка у стояла в таком положении то есть на дне ей не нужно разворачиваться в момент засасывания рыбы то есть рыба подплывает начинает засасывать то есть крючку например который лежит на дне и приманка тоже находится либо на дне либо стоит над ним крючку нужно развернуться чтобы попасть за губу рыбы зацепиться и произошла засечка здесь крючок просто стоит нажали и он сразу попадает в таком же положении в прямом положении где-то касается губу рыбы тогда уже происходит засечка это важно чтобы убрать вот этот момент разворота потому что рыба когда не активно она по-разному может с разной скоростью засасывать интенсивностью и желанием засасывать эту приманку и вот эти развороты они часто вот крючок залетает за какой-то край губы или вообще не заметают это важно так давай 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 да у нас работает перфоратор кто-то начал делать ремонт это конечно очень часто можно на трофеи такое встречается записываешь программы в мастерской и начинает работать перфоратор соседей да давай разыграем еще два подарка есть ли вопросы пока нету следующий следующему у вас одинаковая дистанция на сподовом и рабочем удилище вопрос леска лишь на сподовом дистанция на победу хорошо да давайте по сумеру парни значит у нас стандартный расклад когда на удилище ловит на кормовые точки вторую неделю стоит за . то есть так называемая блуждающие значит кормовая . у нас стоит шнур шнуром с подовым удилищем мы кормим на шнуре резко удилище с леской у нас получается дистанция одинаковая до дистанции одинаково иногда удилище с леской мы как бы делаем короче оверни подожди получается ну да вообще это речь идет о том знаю что леска больше растягивается и кормушка не ложится с прямо в кормовое пятно то есть речь идет вот об этой всей девать есть такое такое понимание что нужно укорачивать немножко там дистанцию либо спода либо удочки то есть ну как мое мнение опять же моим не на она может не совпадать и с твоим и с вашим она скажу что мы не знаем насколько точно растягивается наша леска мы можем высчитывать эти данные мы раньше так пытались высчитывать но это действительно сложно вот например я даже заметил меня вы конечно могут поправить некоторые производители лесок что если леска свежая она может растягиваться лучше чем леска которая уже полежала какое-то время а находилась на вашей шпуле засохла рассохла засохла рассохла нам около засохла от солнца она может растягиваться меньше и вот как понимать эту точность поэтому мы в принципе всегда фиксируем одинаково либо почти одинаково с разница там несколько метров основные рабочие удилища и сподовые удилища а дальше уже мы облавливаем эту точку уходя на какое-то количество шагов и ищем рыбу всегда на подходах редко очень уволен с точки и опять же мы выдавим свои секреты я бы сказал даже больше что главное чтобы ваша кормушка не падала ближе кормового пятна потому что кормовым пятном вы отрезаете рыбу которую кормовым пятном вы отрезаете подход рыбы к вашей кормушке то есть соответственно самое главное кормушка должна лежать или закорную пятном слева или справа от кормова пятна ну грубо говоря она не должна лежать и ближе к кормового пятна да то есть центр левоправо за кормовым пятном и очень часто бывают что допустим играет роль насколько в право или насколько лево лежит ваша кормушка у самого кормового пятна это влияет на размер рыбы когда была хорошая динамика поклевок, когда была хорошая динамика поклевки рыб, это было на Марьевке еще в 2017 году, говорю еще в 2017, это было на Марьевке в 2017 году, я четко понимал, что у меня на кормовом пятне клюют карпы 5-6 килограмм, а за кормовым пятном справа где-то метров 15, ну это зрительно метров 15, ты понимаешь, что такое метров 15, погоди, а на кормовом пятне справа метров 15, у меня поклевка происходило раз в 40 минут, но эти были рыбы под 10 килограмм, поэтому у меня стоял выбор или каждые 30 минут ловить шестерку или справа попробовать взять бифиш, поэтому вначале я все-таки стоял на бифиш, потом я переместился к кормовую точку, да, ух ты, фу, вот это что это такое за запах, это же любимый, вы знаете, я бы вам сказал, чем пахнут эти примарки, я не сдерживаю, гамар с белочан, да, это конечно, что-то с чем-то, Тарас, я предлагаю тебе закрыть эту баночку, но подбросить, к сожалению, данный запах, да, закрывай, закрывай, к сожалению, данный запах очень нравится рыбам, вопрос, вопрос, можно, например, спросить, почему, например, у наших поп-апов они мягенькие, ну, то есть они так пружинят, почему это важно, как это отображается, ну, не то, не как это отображается, а почему это важно для рыбы, в чем преимущество данной пружинистости для рыбы. Ну, ты вечно ходишь вокруг того, у меня таких фактов, ну, как бы, на уме нет, то есть вот такие факты по именно приманкам, ну, данным. Что важно, почему приманка... Почему пористость важна, это пружинистость и пористость, но элементарно, в принципе, можно ответить, если услышать этот вопрос. Так, есть водоем, приличный по размеру, но странно то, что максимально его ловить в коряжнике и только не... и только на горох, так как местные жители его им просто затравили. Можно ли его на другую приманку приводить? Да, можно затравить бойлами и приводить. Все очень просто, да, подъезжаете в течение полтора месяца, кидаете бойлы, как только карп первый раз попробует бойлы, а бойлы является собой просто таким глондайком питательных веществ, вкусняшек и тому подобное, и если карп его хоть раз попробует и поймет, для того, чтобы получить максимальное количество калорий при таком... и такую вкуснятину для себя, при минимальном количестве усилий он на бойл просто присядет, как наркомат. Но самое главное, чтобы он его попробовал, потому что, грубо говоря, вот есть карпы, да, они живут в своей среде, и бойл — это что-то вот неимоверное, там, с космоса прилетело, легло, и оно атрактивное, оно питательное, оно энергетическое, и это, в первую очередь, иноземное, инородный предмет уже знакомой обстановке. В сфере его питания. Да, в сфере питания. А карп у нас не хищник, карп — осторожная рыба, поэтому она будет очень долго присматриваться к данному объекту. Вы же знаете, что очень часто берут, замачивают в воде из водоема перед предстоящей рыбалкой, специально, чтобы они отдали вот эту излишнюю аттрактивность, чтобы они напитали, ну, сравнялись по... приобрели какие-то определенные вот эти вот моменты водоемные, где карп приобрет питаться, и даже немножко потеряли цвет. Тогда он не будет так настаживать карпа, и карп достаточно неплохо будет давать. Первое — это интенсивность аромата, второе — интенсивность цвета, и третье — чтобы они немножко напитались и быстрее потом растворились в самой воде. Так, рассказываю, для удобства насадки, размокание легко отдает аттрактану? Да. А, всё, слушай, классно. Легко отдает аттрактану. Всё просто. Роман Абрамчук, по крайней мере, да. Вот эта пористость, она... А, нет, стоп, есть вот ответ для того, чтобы кращить депутаты. Это тоже как бы... Да, но я имел в виду... Руслан Битун, для того, чтобы кращить депутаты. Это более, наверное, правильный. Правильный ответ. Вот дальше. Ну, они оба похожи, знаешь, ты, как бы, у тебя такой двоякий вопрос. Согласен. Я имел в виду, что почему важно пористость, почему важно вот эта вот пружинитость приманки, если сравнивать, например, один бойл пружинистый и один бойл чёрствый, ну, который можно вот так вот бросить об стол, он отскочит и укатится, то бористое приманки, они быстрее так же само могут отдавать воду свои аттрактанты, свою ароматику, то, что есть у них внутри, чем, например, чёрствые приманки. Они быстрее будут работать. Это, опять же, скорость. Это та же самая скорость, как и в корм-пепперсах, например. Это та же скорость, как и в подрезанных просто приманках, в любых абсолютно, там, в тех же бойлах, там, когда подрезают бойлы. Зачем это делают? Чтобы он быстрее отдавал воду, быстрее сам растворился. И это та же скорость, как и в этих маленьких мини-байцах 10-миллиметровых растворимых бойлов. То есть нам что важно? Нам важна скорость, чтобы мы быстрее могли ловить рыбу, больше её ловить за какое-то определённое количество времени, и это, в принципе, всё, что нам нужно. Слушай, и вообще у нас эта неделя большая на события. Если кто-то читал, у нас на этой неделе количество подписчиков телеканала YouTube Трофей переводило за 50 тысяч. 50 с половиной тысяч. Это очень-очень-очень классно. И в этом месяце самое главное, то есть мы идём на улучшение, в этом месяце мы максимально большое количество привлекли подписчиков. То есть ранее повысили среднюю подписчиков. Вот это наши злопыхатели смотрят нас сейчас и говорят, вот я не помешаю, вот я сейчас себя хочу тоже услышать в прямом эфире. Сейчас я буду дрелью сверлить, чтобы услышать себя. У него просто, знаешь, другая политика, как попасть в прямой эфир. Вот, поэтому нас уже на YouTube 50 тысяч. Подписывайтесь, Тарас, спасибо тебе тоже за... за помощь в этом всём деле. Вот, друзья, подписывайтесь на наш телеканал YouTube, подписывайтесь на Instagram. И с Instagram у меня связан вопрос, за который я отправлю силикон победителю. Вот силикончик, вот-вот-вот-вот он силикон. Итак, стартовал конкурс и меня интересует, какое количество подписчиков, такое модное слово фолловеров, фолловерс, было сегодня с утра. Даже я не знаю. Их уже там другое. Какое количество, сколько тысяч подписчиков было? Вот скажем так. Вау. Вау. У Трофея? У Трофея, там телеканал Трофей. То есть мы как бы Instagram не занимались, я просто, ну хотя это классная тема. Вот я сейчас начинаю только, я пользуюсь им полгода и начинаю выкупать вот все его моменты. Мне не хочется читать, я уже там знаешь, особо как бы какие-то вещи не особо. И плюс я еще заметил, что допустим компании там Cordo, Nesh, ну вернее их медийщики, они лучше ведут Instagram, чем Facebook. Facebook у них активность практически нулевая. Поэтому все вот эти вот новшества я черпаю из Instagram. Более простая форма подачи. Ну как по мне, честно. Гораздо проще сделать фотку, выгрузить, не надо писать текст какой-то с кучей там оформления, просто фотка. Ребят, тысяч просто, сколько тысяч было? Было с утра. Да. Сколько тысяч было с утра? Не на телеканале YouTube, а в профиле Instagram телеканала Трофей. На этом мы разыграем приз и будем уже отдыхать, а вернее не отдыхать, а будем продолжать нашу работу сегодняшнюю. У нас предстоит еще очень много-много денег. На этой неделе, кроме того, что стартовал конкурс в Instagram, на этой неделе мы набрали 50 тысяч, перевалили отметку в 50 тысяч наших подписчиков на телеканале YouTube. Что у нас на этой неделе еще хорошо произошло? Ну, неделя только началась, вторник. Сегодня вторник. Вторник – это маленькая пятница, нет? Нет? Так не подходит? На прошлой неделе вот 30 лет не было. Ну, это такое себе. А вот, слушай, у нас правильный ответ. Ну, 30 и 30, Тарас. Мужчина 30 лет не празднует. Мужчина празднует, когда ему там 45, вот тогда он стал уже мужчином. А что, 30 лет – это только как бы, знаешь, ты там перешел в какой-то возраст. Это ж не женщина, чтобы 30 праздновать. Вот женщина там, она уже после 30 начинает что-то думать. Там, ааа, там все, надо начинать любить своего мужа. Все сильнее и сильнее. А мужчина 30, он только начинает, стартует, как хороший коньяк. Есть правильный ответ. С утра у нас было подписчиков 6000 подписчиков на Инстаграме. Мы надеемся, это количество будет увеличиваться. У меня очень большие планы на Инстаграм в этом сезоне по IronFish и по трофею. Очень удачная форма подачи, поэтому мы отправляем силикон победителю. Уже я увидел правильный ответ. Всем до свидания. С вами был Максим Сальник, Тарас Чихман. 19 числа у нас в гостях Валерий Ананьев. И спасибо, что были с нами. Мы обязательно сыграем призы. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok